У нас на съезде присутствует Шилковый Владимир, это врач-психиатр из Краснодарского края. И хотим у него спросить, прокомментировать случаи со своих профессиональных позиций по врачу Шишлову. Я сам работаю в специализированной психиатрической больнице, где более 200 пациентов, совершивших те или иные зачастую тяжкие преступления. То есть я непосредственно знаком с процедурой их тщательного лечения, длительного наблюдения за этими пациентами. В случае достижения длительной устойчивой ремиссии, а длительная это значит год, а зачастую и несколько лет. Только в таком случае комиссия врачей ходатайствует перед судом об изменении меры медицинского характера и замене принудительного лечения в стационаре общего типа. Как я понимаю, было в данном случае на амбулаторное, опять же, принудительное лечение. Это происходит, во-первых, когда на протяжении не менее чем года, а как правило не менее чем двух, а то и более лет, путем наблюдения тщательного, круглосуточного за пациентом, путем его лечения, достигается стойкая ремиссия. Стойкое улучшение. Причем это улучшение происходит как на фоне проводимого лечения, так и на фоне снижения лекарственной нагрузки. Административно это происходит комиссионно. Комиссия состоит из трех человек. Врач в данном случае представлял пациента, а утверждение результатов комиссии произошло только в том случае, если остальные два члена комиссии, одним из которых является главный врач или его заместитель по лечебной работе, пришли к заключению, что действительно наступила стойкая ремиссия, и человек уже не представляет столь серьезной социальной опасности и может быть выписан на амбулаторное, принудительное лечение. Более того, даже решение этой комиссии не является поводом для того, чтобы выписать человека из психиатрической больницы, принудительного лечения. Только решение суда, рассмотревшего ходатайство в больнице, результаты проведения комиссии, обстоятельства дела, по которому был привлечен к уголовной ответственности, или которое возбуждалось в отношении данного пациента, только суд принимает решение о изменении мер медицинского характера и переводе человека из психиатрической больницы на амбулаторное принудительное лечение, которое также проводится с соблюдением определенных требований. В данном случае я позволю себе предположить, что амбулаторное лечение с точки зрения следователей, следствия, не вызвало каких-то нареканий. В таком случае у меня вопрос, почему же тогда нарекания вызвал именно доктор Шишлов, почему не рассмотрели те вопросы, ответственность суда за министерное решение, ответственность других членов комиссии. Но другие члены комиссии говорят именно в показаниях, что он их ввел в заблуждение. В заблуждение членов комиссии ввести не представляется возможным, в том случае, если члены комиссии тщательно ознакомились с медицинской документацией, которую ввел доктор Шишлов. Но если там член комиссии, непосредственно заведующий этого отделения, который курировал вместе с врачом этого пациента в течение года, возможно там ввести? Перед тем, как вынести решение о ходатайстве перед судом об изменении меры медицинского характера, проводилась далеко не одна такая регулярная комиссия. Естественно, что состояние больного оценивалось в динамике. Естественно, если заведующий на своем месте, он не мог не видеть состояние больного. И не мог просто чисто формально участвовать в проведении комиссии. Если кто-то из членов комиссии участвовал формально, то это халатность. Почему к ним нет претензий? Ну, то есть, основной аргумент именно следствия и то, что, да, почему врача осудили, это то, что главный эксперт больницы, который уже присутствовал в комиссии, ну, уже видел это пациента ранее, и непосредственно заведующие сказали, что их лечащий врач ввел в заблуждение. Поэтому сидит сейчас один врач Шишлов, а остальные все, как бы, в стороне. Опять же, вы сейчас говорите, что и окончательное решение принимается в судебном порядке. То есть, еще одна появилась цепочка, которая перевела, да, соответственно, пациента на другой этап лечения. Это чисто юридическое лечение, перевод лечения. Я хотел сказать еще по поводу Удмирки. Там сокращено психоневрологическое отделение. То есть, фактически, не получают лечения и медицинской помощи именно те пациенты, которых можно вернуть к нормальной, активной, созидательной жизни. То есть, они, во-первых, переводятся в разряд хроников, неизлечимых больных людей, совершают самоубийства, как нам уже представители общества пациентов, защиту неправных средств. Да, Александр Александрович сказал, что сказали. Ну, и, конечно, калечится жизнь не только самих больных, но и значительно большего количества людей, их родных, близких, знакомых. Все, я понял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok